И работа, и крыша над головой, и обучение при необходимости. В Днепре коммунальное предприятие электротранспорта предлагает коллегам помощь. Тем, кто выехал из Мариуполя, Харькова и других горячих точек. С началом полномасштабного вторжения многие горожане вступили в ряды ВСУ. Поэтому вакансий в Днепре достаточно. Мы шли там пешком много километров. У нас есть поселок Ялта. Мы там заночевали в пансионате, люди пустили. И потом на следующий день мы пошли по трассе на Запорожье. Светлана из Мариуполя. Женщина рассказывает, как она вместе с подругой убежала из блокадного родного города. Искать новую крышу над головой решили в Днепре. Жилье как бы предоставлялось на 2-3 дня в волонтерских центрах. Было поначалу, как приехали, квартиру можно было снять, но опять же на это средств нет. Так как из Мариуполя приехали, там отработали месяц, зарплату не заплатили. То, что там немножко на кредите было денюжек. Вот как бы они уже потрачены, нигде, ничто, никак. Вот. И так получилось, что решили попробовать в депо пойти устроиться. И это был, как говорят, именно свет в конце туннеля. Теперь Светлана вместе со своей подругой работает кондукторами в электротранспорте Днепра. Пришли и сказали, вот так и так. Приехали из Мариуполя, нет ни денег, нет ни жилья, ничего нет. Она прямо отнеслась к нам так, прям вот, не знаю, прям как к родным детям. Девочки, вот чем сможем, тем поможем. Вот нам надо кондуктора. Мы говорим, жить негде. Она говорит, сейчас мы все узнаем. Они позвонили в общежитие, спросили. Говорят, девочки, ну вот есть место. Владислав Загоруйко был вынужден покинуть родной дом в Харькове. Мужчина с 2014 года работал водителем трамвая. Теперь водит трамваи в Днепре. А заработанные деньги отправляет родным. Трамвай – это моя жизнь. Я с детства любил, я люблю свою работу. Поэтому других вариантов просто даже не рассматривал. Спасибо руководству. Опять же, что в законе есть положение. Как бы, что по совместительству хотя бы могу работать. Хоть как-то помогать своим. Коммунальное предприятие электротранспорта с удовольствием предоставляет работу коллегам из других регионов. Так как с начала войны практически 70% сотрудников ушли служить в ВСУ. Поэтому вакантных мест в достатке. На сегодняшний день трудоустроили более 24 человек. Из них это 4 водителя трамвая и троллейбуса. 4 слесаря и электрика. А также 16 кондукторов. Это люди из городов Киев, Чернигов, Мариуполь, Бахмач. То есть те города, в которых предприятия электротранспорта не могут выполнять свои обязанности. Коммунальное предприятие предоставило не только рабочие места, но и крышу над головой в общежитии. Тут потенциальных работников еще и обучают. Алексей после курсов готов выйти на маршрут. Учиться было тяжело, потому что учение – это тяжелый труд достаточно. Ну, я не скажу, что я сейчас знаю все, но мне еще предстоит много чему научиться. На данный момент продолжается набор учеников на очередные курсы для подготовки водителей, трамваев и троллейбусов.